друзья всем привет это продолжение истории про многодетного отца с которым мы совсем недавно познакомились он нам напомнил петра петровича потому что кто-то же сергей остался один у него четверо девчонок так вышло что жена с которой он жил у нее умерла мама и что-то произошло с головой и по итогу все на поняла что нет она полюбила девушку вот к ней уехал и кто не видел эту историю можете перейти в описании посмотреть эту непростую историю у сергея никого нету ни родителей мать инвалид инвалидность заработала сначала по женской части что-то я и потом не стала в седьмом году я в армии был его не опаснее отпустили оттуда почему я приехал на я позвонку мне далеко служил и вот он с тех пор остались с братом двоем он работает в сельском хозяйстве сейчас летом у него нет выходных он работает до 7 вечера и получается все лежит на можно сказать на плечах дианы это старшей дочери мы сейчас едим к ним носить много новостей касаемо их семьи наших планов все увидите в этом выпуске мы всем желаем приятного просмотра мы начинаем здесь у сергей играет музыку это вообще занимается работами здесь для сергея мы совместно с вами приобрели лес здесь все необходимое для постройки приведения в порядок вот его тамбура в общем сейчас сергей нам все расскажет детские песенки играет идемте это вы что делаете отсюда дверь ну вот крыльцо он загон уже мы же прошлый раз вот так и не видели там его и не было только там внутри еще не разобрал и навесами сделал а загородить загородил уже там старый внутри завален вот это она не снесет нет это уже точно наверняка тут для коровы нормально пойдет да и высота да сейчас хоть прыгать через него первый раз я первый раз небольшой сделано прыгать но она это погулять вовремя не выпустишь это а заходит на с какой стороны ну здесь калитка будет вот ниже че сделаны ткали так она же заходит а раз можно снести сна через огород но это если вы ее когда загоняешь сам же идешь с ней она сама не заходит калитка закрыта когда она просто ну здесь разобрала в доме все были она зашла здесь и дверь здесь вы сделали пол да я заменил уже все такие ободы у вас тут летают огромные про суде я таких вообще нигде не видел нормальный да ё-моё прям вот такие вас а вы понимали здесь что планируете ну здесь обошью вот это все убирать будет ну не убирать обшивать буду смотрю где окна может стекла найду поставлю ситуации стекла что здесь придется зашивать всю эту стену здесь так выглядит вот здесь вот он летает какой огромный вообще жесть так я кто-то помню нам обещал таблицу умножения век к тебе предложение если ты выучишь таблицу умножения к следующему нашему приезду то мы с папой мы добавим и купим тебе скоростной велосипед как тебе такая мотивация а если ты не выучишь таблицу то ты и не и не обычно не получишь и не и не скоростной не получишь реально фуго витязь вань ребят напишите в комментариях от 0 до 10 насколько я похож прическа точно моя уши мои глаза мои брови мои губы тоже вот может быть чуть-чуть нос до скулы тоже то есть в принципе еще как похож нам редко когда герои что-то дарят и вот когда какие-то вещи дают я всегда сохраняю и дома в старости буду смотреть вспоминать свою молодость деятельность чем занимались так тогда на докладе положить чтобы это мы не забыли а я начать машину пойдем я уберу таблица умножения умножение я учу ее постепенно я учу ее постепенно таблицу на пять выучу таблицу на четыре нет вылазь легунка уля леля хватит ты тоже не выучила а леля я не выучила я тогда выучила потом забыла значит вам так велосипед нужен ну я на печи таблицу нет договоренность то была на всю таблицу правильно я ее выучу скоро нет я постепенно выучу ну ладно не выучили значит наш договор аннулируется или вам дать еще шанс еще дать шанс выучить а я забыл опять ты что такая взъерошенная вся да они из бассейна только вылезли а вы бассейн поставили? да его уже воду менять надо не нафиг опять аж уже черный останется они как лягушки в нем мне не надо прыгать ладно тогда у нас не было сколько недели две недели две недели нас не было в общем до следующего приезда если не выучить то наш договор аннулируется пеняйте на себя значит вам так велосипед нужен смотрите сами ладно в общем до следующего приезда если нет то все так пойдемте в машину надо помочь нам разгрузиться мы там вам кое-что привезли вот этого должно хватить? да мне хватит крыльцо доделать на загон там уже сейчас только завтра завтра поеду в скале у нас здесь нет навесов навесы надо купить навесы закончились ну как мы ездили по области нигде таких оводов вообще в принципе оводов мы не видели да? нормально это еще маленькие не ну вот который возле Вани летал он вообще как будто геннский ну это маленькие вот такие попадаются ага получается взяли штукатурку и краски две больших и колеры есть там три цвета взяли ну и здесь соответственно взяли весь необходимый инструмент чтобы покрасить валики кисточки шпателя а ну ничего пусть будет на будущее шпателя пена монтажная где-то какие-то дырки может быть запенить еще что-то весь инструмент здесь есть и тебе все цвета которые ты писала он коричневый в общем сейчас посмотрим вот единственный момент что там самая тонкая кисточка вот такая в магазине продается вот а тебе всякие тонкие линии выводить тебе ну надо будет своими обычными на стене краска на воду и большие понадобятся и маленькие ну там есть большие а маленькие тебе для всяких этих просто краска на водоэмульсионной основе просто ее как в стаканчике с водой споласкивай и там дальше наноси кажется большие объемы она будет этим краска белая краска белая можно ну всю комнату закрасить и ее вот а мне и нужно чтобы у меня комната вся белая была потому что покрасить тебе ее в белый я сама покрашу главное это и инструмент я помню даже когда рисовала Таня если помните многодетную семью Александра там она тоже стены разрисовала вообще очень круто получилось там правда помогала еще тетя она как раз работает преподавателем по ИЗО но тут будет Диана сама рисовать я думаю конечно качество получится не такое как было там по уровню но мне кажется Диана постарается будет тоже неплохо хотела налегке уйти ау а у тебя упало хихих 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 я упала вообще здорово то есть сейчас сегодняшнего дня ну все начинает кипеть у них дома еще дома сейчас будет все меняться преображаться улучшаться тоже здесь там все сделается с помощью там леса в общем уже красота будет вот эти всякие мелочевку подмазать что-то конечно вот это большое не знаю там выравнивать смотрите сами принципе я уже немного здесь выровню мы вам привезем еще если надо будет еще здесь вот у ребятишек можно там бежевые и покрасить там три колера сделать ее другого другого цвета то есть освежить просто мы сейчас и сделаем замеры шкафов привезем новые чтобы он был когда будем ставить не марать и если можете приобретете краску вам деньги переведем но освежить тоже трубы вон диане наш горит это сама сделан дали кисточку и это смотри это ты у себя в ковку ну комнату покрасить белый а девчонкам в бежевый или не было в этом до разговора ну да тут заходишь конечно вообще отличается кардинально так она здесь одна рассмотрение ребятишки не хулиганят я вон себе зеркало взяла поставила не было когда мы были душа медали не помню мы видели твои ну не знаю насчет видели или нет но не с мольбертом веселью а это за что и у тебя медали волейбол баскетбол зорница ты планируешь то есть вот это все красишь в белый полностью всю комнату мне нужно в белый ну кроме потолок потолок можно оставить когда можно оставить рисунок придумала да там один человек из манхвы и 2 ой один еще один из аниме ты наверно во весь рост будешь вот первый это вот о чем побитый какой-то это не побитый это так надо ну вот что-нибудь такое очень мрачное все такое да это не мрачная это неправда дело что удовольствие ну что сделать всякие смолики то есть тут много есть я вообще хочу вот на двери разрисовать всякими разными рисунками например с маленькими всякие надписи ну еще вот по типу такого типа вот сердца там дверь это как бы вторичный сначала стенда не на самом деле вот уже материал есть сейчас диана потихоньку все делать продали я думаю это много времени сначала победить эскиз нарисовать там начать выводит учета ну и главное успеть почему потому что я 31 июля уезжаю в палаточный лагерь на неделю до 6 августа мне до этого времени было интересно будет посмотреть еще папа по итогу выглядит не мы как раз через две недели у 2 недели 2 недели ты как раз примерно уедешь ну ладно разберемся вообще что нового только то что я перестал спать я пыталась лечь раньше то есть я пыталась и 8 и 9 лечь то есть как у нормальных людей можно сказать режим там 9 10 8 так обычно сколько ложишься 56 утра могу лечь ты до пяти в телефоне ли ты ворочишься не можешь уснуть я ворочусь я не могу уснуть я просто в отложусь и я могу так час-два потом мне это просто надоест уже просто лежать с я встану я чем начну делать чтобы устать и потом уже попробовать лечь опять что-нибудь начну делать то же самое какие упражнения там разминка ночью до овечек считаешь нет попробуй попробуй дать тысячи их посчитать да я быстрее плюну встану и пойду куда-нибудь бед напишите способы как можно заснуть какими техниками управлять если конечно без медикаментов без медикаментов какие вот способы есть а подсветка работает мы тебе привезем кабель канала под нее то есть не крепи как покрасишь окей она рабочая интересно интересно сейчас все начнет менять будет здорово сергей вопрос такой у вас есть кто-то знакомый кто ну сможет стены помочь покрасить я сам все сделаю так вы и так работаете до семи какая разница а вечер на что мне я обычно так делаю отдыхать надо с ребятишками там чё-нибудь ребятишки они вам до вечера или вы им тоже кисточки дали они вам помогают я говорю я крошу полизатором час работы подготовить надо папа покажи у вас тут линолеум вы начнете им разбрызгивать у меня маленький когда вы сначала везде подготовите подмажете до зашкурите и потом про пройдетесь с ребятишками вот справляетесь вот так вот ну вот мы они же вообще бешеные можно так сказать но справляюсь помаленьку тяжело дается не без этого просто вы же получается и мало их видите еще диана там хоть и за ними следить чтобы они там себе не навредили ничего но вот именно вот это воспитание но из-за того что вас мало времени вы ну ничего прорвемся просто нему не будет ли такого что когда они подрастут что ну вот не было там какого-то донесения каких-то там вещей что им тяжелее будет от этого или вы наоборот может быть выровнится они станут поспокойнее по навешивании я думаю выруются то есть перестанет вот это детство играть да и будет просто они прям ну вот диана она вот как как цельные единицы уже сформированы грубо говоря подросток знает там чего он хочет самостоятельная и и есть девочек у которых там разница на него водорога на между дианы и что такая огромная бывшая жена она вообще что-то в детей не там вкладывал просто как правило вот эти всякие вещи там касаемо чистоты порядка это же мама по идее не папа это закладывать им постоянно говори чтоб убирали за собой убирали в комнате диана вот убирается не видать что не чистых помнить мама вот их до того момента когда она там начала выпивать она хорошим примером было или она всегда вдали примером нет плохим он и под конец стал а травм никаких не было что вот так вот и и приняло что она там аж нет нет другой него никаких нету рам просто какой-то клин произошел но это еще наверно фоне алкоголя да что это все звук концов как алкоголь конечно разрушает людей убили жизни семьи а вас бывают не знаю моменты когда там руки опускаются не бывает такое что охота все послать но все равно продолжаешь делать а это вот как в какие эпизоды происходят да это редко когда перестанут слушаться че попало творят или когда-то на работе еще какие-то проблемы ну и бывает такое просто мне кажется если бы ну вот не диана то она вряд ли боже получалось справляться все возможно точно уже грубо говоря не на кого было бы оставить не младенца не готовила ничего не делала здесь все делал я просто присматривала да да чтобы дом не разнесли то есть ну просто ей прям рано повзрослеть пришлось ну да а вы с ребятишками ездили куда-то в город мир на какие-то аттракцион нет нет вообще они то есть всегда в деревне были вы еще до этого где-то в другой жили нет я в этой же жил только на другой улице то есть они в городе вообще нет почему они были они и зоопарки были но так именно там в парк куда-то там с аттракционами еще нет кита комнаты развлечений нет 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 просто из-за того что вы работаете в основном да и тратить на развлечения деньги лучше потратить их на семью что вот что он в тоже мебель если мы бы устроили такой день как вам выходной зимой только получается ну в среднем какой-то месяц сентябрь октябрь 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 ноябрь то есть если нам такой день планируют только октябрь получается это не факт что в октябре какая осень будет то есть грубо говоря у вас там уже ближе к холодам только когда холода начинают опять вам стирку да нанесли как это сколько порошка уходит а я вообще не могу представить ужас вообще огромное количество вот только стиралась надо опять вешать эти а как с мухами боретесь как травлю сейчас опять у меня тут от комаров пока стоит весной были комары сейчас есть и электрические мухобойки мы можно такое заказать будет вам прийти ну потому что реально их очень много да ты шок на все открытые окна открыто что жарко не залетают вот а так вы просто вечером прошлись всех там по поэтовали и все и спокойно или бывает ночью спишь на тебя садятся бесит так включил чик-чик я ночью сплю что у меня ни одна муха не бесит а сейчас получается у вас мы почему тогда не приехали что спасена по козду а еще какие-то и сейчас уборка вы начнется то есть это буквально небольшой перерыв по и потом да сейчас буквально пара дней ну я сейчас и пока не задействованы буду выбрал время как разговор комиссию пройдет с ребенком вы когда пассивная вообще во сколько приходили по-разному вас привозят ну естественно не помню такого чтобы с пешком с поля уходили далековато ходить пешком в большая сложность что до 7 вечера работает ну вот приезжаем только грубо говоря вот уже вечером поздно и ну мало что удается сделать у вас какой распорядок обычно вы пришли с работы там покушали нет пришел с работы там 15-20 минут отдохнул и пошел делами заниматься типа по закинуть стирку не ну стирку я могу и с утра закинуть бывает диана закидывает когда начинает накапливать еду приготовить в основном диана готовит реально всю на нет но так я готовлю ты на на всех вас пятерых готовишь и первый раз вижу подростков 13 лет кто готовит ну на всю семью в принципе я ним кстати даже ваня ты помнишь что кто-то у нас вот погодну умел делать а то что ты готовишь супы какие супы куриные лапшичные то есть все что крупные там сана второе макарошки вас долго любить школе любитель готовить то есть получается на диане стирка вот что значит быть старшей сестрой получается вот вы пришли отдохнули и чем в основном занимаюсь данный момент сейчас вот занимаюсь сейчас понятно стройка вот до этого обычно это косишь что в огороде то еще чего-нибудь тут выкашивал праву представляете у сергея всего поскольку вложить часов 10 бывает и 10 а встаете во сколько 6 ну даже если взять 7 это 8 9 10 то есть внутри три часа в день на все на уборке на там был помыться на поесть с ребятишками еще успеть время провести то есть три часа в день семь дней неделю человек работает этот счет три на семь в неделе 21 свободный час ну как свободный вне работы до зимой работаем до пяти по когда у тебя выходной зимой белые мухи полетят снег пойдет в этом году санитян два года все умножить но они в декабре она в мае а почему у них такая большая разница по мироощущению там по пацанам по целям как я не знаю по отношению там вот она в 13 уже во все готовят алибина девчонками готовить для себя бывают чем-нибудь готовят так что потом приходится все отмывать я один раз проснулась они решили пожарить картошку ой нет не картошку чего не гречку гречку пожарить я выхожу на кухню полностью вот так вот а вся плита в масле полностью обсыпана гречкой открывая сковородку дыречка подгоревшие дымище пол сковороды масло я стою это когда в прошлом году в январе просто ну могу быть то есть у них всего полтора года раньше почему такая большая разница между ними в общем я конечно вот в этих системах воспитания вообще не разбираюсь но как будто бы ну что-нибудь попробовать на к наказывать как-то где-то где-то ограничивать у кнут пряник вот это всегда работает не прям так ну ладно вот мань давай мы берем рулетку пойдем сейчас замерим расскажи каково тебе быть за главную можно сказать что ты ну в таком возрасте уже стала правой рукой там своего отца тяжело не ну это реально это тяжело очень тяжело ладно бы еще если бы там двойняшки как-нибудь были по умнее то есть я не называю сильно глупим я не называю их еще как-то но просто если бы они были еще капельку по умнее было бы мне кажется легче если бы они по мне тоже по мне по осознанию если бы они да мне по деревне просто мне жалобы прилетают на них я бы сама хотела очень знаете что у них там в голове вообще творится а ты ну с ними вот по взрослому то есть они сейчас вот грубо говоря с ними вот мы пытаемся общаться то есть они прям дети прям совсем то есть при этом они тебя младше всего у них возраст то есть они ведут себя как возраст пятилетнего ребенка просто как бы с тобой мы разговариваем как со взрослой потому что тебе рано пришлось повзрослеть ты на себя на тебя больше чем некоторые взрослые вот на тебя-то много всего взвалилась в своем возрасте то есть 13 лет вот почему и как бы я и говорю что там вот грубо диане там сколько там 15 лет уже готовят ну то есть как бы ты гораздо именно ментально ты ну взрослее а ты бывало что срывалась бывало ну когда у меня сильная равно сильно я уже просто я не знал что делать когда уже до колеи просто вот выше-выше колеи можешь сказать вы выше ниже плинтуса тогда да я могла прям орать вот просто орать сквозь слезы у меня такое бывало накапливалась вот это вот и все я просто срывалась у меня начиналось просто истерика дикая то есть я начинала ради начинала все кидать и начинала вот по кругу первый случай когда был я только-только полностью генеральную сделала на следующий день вот к вечеру только закончила везде да я за с обеда убиралась до вечера я получается убралась я ложусь просыпаюсь выхожу все в крошках все раскидано посуду опять гора вот просто реально гора все просто за жиром это вот да это просто за утро я я проснулась тогда в 11 они просто просыпаются всегда раньше я не знала что делать просто у меня начала начиналась я до сих пор еще делать ну то есть уборка же по-прежнему на тебе сейчас я не убираюсь только в одной комнате это у двойняшек что пусть сами там учатся пускай учатся убираться я пытаюсь их заставить что-то научиться делать я пытаюсь что-то чтобы они что-то хотя бы умели в жизни хотя бы что-то я не прошу там космического то же самое вот посуду просто помыть за собой я не прошу полностью за всех помойте за собой вот поели блин помойте захожу на кухню опять в раковине стоит посуда только помыла и что делать а ты вообще считаешь у тебя было детство у всех по-разному описывается детство что именно детство как правило дети они там в детстве там не знаю играют в игрушки там сами себе предоставлены вот как вот как они вот у них я вижу что у них есть детство что они носятся бегают прыгают делать что хотят там да там у тебя то есть ты всегда была старше тебе приходилось и контролировать там что-то доносить а сейчас то есть ты могла бы там ну как подросток не знаю заниматься какими-то своими делами а ты те приходится полностью то есть быть как мама для них ты считаешь что время там какое-то ты упустила в принципе да я так считаю потому что из-за них я сейчас не могу никуда выехать могла бы на кружки какие-то ходить там еще чья на данный момент состою по школе я состою в юнармии состою в движении первых значки лежат у меня есть форма получается вот это все есть еще ходила на танцы но из-за того что там не очень хороший руководитель я ушла с танцев да и мне не очень по душе в танцах мне не нравится я больше на вокал люблю да я реально считаю то что время я упустила я сейчас стараюсь вот пока школьное время я сейчас стараюсь то есть я больше стараюсь не на учебу что-то тратить а как-то саморазвитием в общем заниматься то есть вот то же самое как с рисунками я самоучка я на дому все делаю ты ты считаешь что папа слишком прямо у вас добрый да есть такой вот просто он не совсем совсем прям добрый но у него то есть по воспитанию она когда нужно наорать нужно наказать он бывает просто до прикрыть не скажет идите отсюда все но это же я это понимаю почему что он приходит уставшую него уже дал его нет сил поэтому когда они не слушают отца выхожу уже я то есть я выхожу я крикну они уходят получается как-то крыльяется по сути только ждать пока ну они чуть-чуть еще подрастут да просто не знаю вот друзья вы чтобы вот делали в данном случае вот многие там писали что младшие там мы не воспитанные там хулиганисты сами себе ну по факту так и есть но вот чтобы вы какие методы воспитания вот что конкретно вы бы могли предложить там сергею и диане то есть вот как девчонок вот что с ними сделать чтобы они стали более более осознанные что ты первую стенку как у вас делать вот эту или вот эту вот эту сколько времени у тебя займет но сначала я полностью комнату покрашу белый если вот по сам рисунок то получается берем эскиз и раскраску эскиз плюс-минус час-два за не час половины час половины точно займет на всю стену час половины это не полностью будет вся стена получается то есть я не полностью да тут как я буду выделять вот именно части буквально вот я я уже в давай давай твое представление эскиз полтора часа дальше что сама раскраска но там нужно будет еще аккуратненько максимально аккуратненько это уже разные тонкие линии да да переход вот переходы тени вот с этим всегда сложность идет сколько займет два часа два часа и так диана скала что примерно весь рисунок он идет три с половиной часа и мы в следующий раз приедем и спросим сколько чтобы факт я тебе так скажу тебе уйдет на это минимум дней дня три вот если небольшой рисунок если я буду спереди метр на метр полноценных три дня у тебя уйдет ну нет просто я знаю себя 1 2 так и тебе скажу у тебя уйдет на вот этот рисунок если допустим он будет метр на метр или он будет больше буквально от трубы и прям до верха не ну не до верха вот как провод идет вот так ну вот что два метра а в ширину сколько скорее всего примерно 2 на метр ты это будешь рисовать но часов я думаю 10 минимум а ты говоришь за потом скажешь под задового будет интересно нам сравнить я нарисовала там потом стирала опять перерисоваться много раз возможно будешь перерисовывать да а портрет сколько ушло я засекала по моему даже 48 ну ну кстати быстро в общем все мы это тебе оставляем здесь как раз от ребятишек все спрятали чтоб они там не вскрыли меня комната начал колбу загружать ничего не это шпаклевка потихонечку все буду делать это кровать была полностью абсолютно чистая и абсолютно идеально коричневая сейчас на нее я смотрю и такая думаю блин смотрите атаку на металлический хотя вот так если посмотреть ну конечно она не прям новая но если вот это все поубирать поотмывать то она прямо свяжется я только все убрал я опять за носу заклеили и это совсем проломили мне пришлось стягивать провалили чуть старую ярусу упал вниз просто сейчас ну прыгать решили сейчас если такую же возьмешь кровать они попрыгают а нас тоже также обломит они же не предусмотрены чтоб на них прыгать ну а тогда здесь мы шкаф возьмем и столик для уроков я думаю будет здорово вот то есть это чё жгут ли ремень а ремень и вот так вот она все хоп закрывает нам сейчас не закрывается они вырвали его прям не сергей все больше больше петрович и например любил все сам делает для хранения сделали как смогли по холодильник можно в этот угол до холодильник я могу переставить и у меня раньше здесь стоял в какое-то время здесь стою а вот эта тумбочка это что-то это просто она умею это место я под как планировать посадомойку оставить она там она как тумбочка но она боком станет а вот эти шкафы вы когда бы дом покупали это все был нет это я все перри перевозил сюда со старого дома сколько вы вот эти вообще лет все даже где окантовки мне кажется нигде вообще не видел вот так вот лет 10 10 15 как не больше это вы как-то подогнули что ли да вот уже не видел а что она это не под этот не под это дело вверх не от этой и чтобы подогнули чтобы они не резали дневники я просто сам себе палец чуть нет да это вообще это же я мы вы таких штук сколько установили у меня столько порезов уже я я загнул сразу я первый раз когда-то сам себе такую еще оставил в квартире то есть тоже я не знал что такое есть я так сильно прям до мяса порезал я не знаю для чего их так делают острые напишите в комментариях кто тоже резался такие мойки потому что ну и опять же если кто будет когда-то пользоваться знаете что они очень очень острые вот по краям когда ты с коробки достаешь пленку это снимаешь особенно защитных вот я тогда и развернулись в этот момент и сервисе и религий ладненько поедем это вам уже тоже надо отдыхать все потихонечку общем все будете по возможности делать вы там сильно не переусердить и то есть вот сила есть занимаетесь то есть мы никуда не торопим все ну делайте по мере по мере естественно друзья в следующем выпуске мы повезем наконец-то уже мебель заедают нас тут комары мошки надеюсь что сергей с дианы успеют все все сделать прям вообще атакует эти оводы огромные не терпится посмотреть камера это наверно самая сложная концовка дипса посмотреть как это все закончится мы сейчас поняли что придется покупать гораздо больше помимо шкафов еще столы где-то нужно будет гардины шторы привести чтобы все-таки нам комнату побольше преобразить чтобы уже было у ребятишек все хорошо кто хочет поучаствовать все реквизиты мы оставим в описании на этом все подписывайтесь на канал увидимся сами через неделю всем пока а